МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует Курзомское телевидение, программа «Взгляд из Венсполса. События. Люди. Мнение» в студии Татьяна Саксаганская. В следующем сюжете наш корреспондент Анна Гегер расскажет о правилах перевозки велосипедов и инвалидных колясок в общественном транспорте. Надо ли за это платить и в каких автобусах можно перевозить эти транспортные средства? Несмотря на сезон, будь то лето или зима, перевозка велосипедов и инвалидных колясок в общественном транспорте всегда актуальна. Также в Венсполсе появилось немало владельцев моторизированных инвалидных колясок, которые тоже пользуются услугами общественного транспорта. Мы хотим попросить таких пассажиров по возможности использовать не маленькие автобусы, а выбирать те рейсы, на которых курсируют большие автобусы. Так как эти моторизированные инвалидные коляски это уже не просто коляска, это транспортное средство. И этим летом мы несколько раз получили жалобы от людей, которые используют такие коляски. Они жаловались, что когда они въехали в автобус, моторизированная коляска повредилась. Но это абсолютно логично, так как ее габариты больше, чем предусмотрено место в микроавтобусе. В этом случае не виноват ни водитель автобуса, ни сам автобус. Это вина человека, владельца моторизированной коляски. Надо помнить, что на транспортном средстве въехать в другое транспортное средство по сути невозможно. Как отмечают представители Венспилсрейс, большинство пассажиров, которые используют моторизированные инвалидные коляски, ездят по четвертому маршруту. И, как правило, по этому маршруту курсируют большие автобусы. Также и в Сталдзене можно добраться на большом автобусе. Маленькие автобусы в народе называют маршрутками. У них заниженная нижняя часть, и в ней предусмотрен определенный вес. А моторизированные коляски весят от 130 до 150 килограммов. Плюс еще вес самого человека. Это уже выходит за рамки допустимого веса. Плюс они больше, длиннее и массивнее. Поэтому ломаются как сами коляски, так и автобусы. По сути, перемещаться не запрещено, но все же большая просьба выбирать большие автобусы. Что касается простых инвалидных колясок, там таких проблем нет. С ними можно смело перемещаться в любом автобусе. Это же касается и владельцев велосипедов, которые перевозят свое транспортное средство на городском общественном транспорте. Не запрещено ездить на маршрутке, но лучше ли перевозке велосипеда выбрать большой автобус? Если есть желание перемещаться на междугороднем автобусе, при этом взяв с собой велосипед, то следует разобрать велосипед и упаковать его таким образом, чтобы он не запачкал багаж других пассажиров. Также необходимо приобрести билет на багаж стоимостью 20% от цены пассажирского билета. И не стоит забывать, что в этом случае тоже лучше выбирать рейс, где курсирует большой автобус. В один рейс максимально можно взять два велосипеда. Но, как правило, это один велосипед. И если все же на рейсе несколько человек с велосипедом, тогда следует позвонить в Винсплс-рейс и спросить, какой автобус будет и будет ли возможность взять два велосипеда. Но в любом случае они должны быть в разобранном виде. В случае, если пассажир, который для перемещения использует инвалидную коляску, планирует поехать в другой город, ему следует за 72 часа до своей поездки и сообщить об этом перевозчику, чтобы на необходимый рейс был обеспечен автобус со съемными сидениями. Есть несколько вариантов. Можно на лифте заехать в автобус и ехать в своем кресле. Или же инвалидную коляску поместить в багаж и самому тогда ехать в автобусном кресле. У нас есть пассажиры, которые регулярно пользуются междугородним транспортом и уже привыкли. Там нет ничего сложного. Главное – заранее позвонить по номеру 636-22-422. Следует напомнить, что инвалидам как в городском, так и в междугороднем транспорте полагаются скидки. Инвалиды первой и второй группы, дети инвалиды до 18 лет и их сопровождающая персону пользуются услугами общественного транспорта бесплатно. А их сопровождающая персона должна быть не младше 13 лет. Далее в нашей программе мы расскажем вам о том, как проходит Европейская неделя спорта в Венсполсе, какие еще предстоят мероприятия в рамках этой недели, а также проинформируем о предстоящем снижении тарифа на тепловую энергию. Оставайтесь с нами. Новый тариф на теплоэнергию в Венсполсе вступит в силу 1 октября и составит 86 евро 10 евроцентов за мегаватт-час. Это примерно на 0,7% ниже текущего тарифа. В зимний сезон с 1 октября по 30 апреля меняется и стоимость подготовки горячей воды. Без учета налога на добавленную стоимость она составит 4 евро 99 евроцентов за кубометр. Ранее мы рассказывали, что комиссия по регулированию общественных услуг предоставила предприятию Венсполсилтумс разрешение самостоятельно определять тариф на услуги по поставке тепловой энергии, если одна из составляющих меняется. В данном случае это цена на топливо. Обещают, что тариф на теплоэнергию будет постепенно снижаться и в последующие месяцы. Комиссия по регулированию общественных услуг заявляет, что по сравнению с прошлым годом цена на щепу в Латвии примерно на 30% ниже, чем в среднем за предыдущий отопительный сезон. Однако тарифы на теплоэнергию уже не будут на том уровне, как, например, в 2021 году. Это связано с общим ростом цен в стране. Несмотря на то, что тариф на теплоэнергию снижается, определяющим фактором ежемесячной стоимости отопления является не только тариф, но и потребление теплоэнергии здания. Построенные в прошлом веке многоквартирные дома слабо удерживают тепло. Оно просачивается через стены, чердак и кровельные перекрытия, щели в окнах и прочее. И за все это надо платить. Чтобы снизить затраты на теплоэнергию, важно повысить энергоэффективность здания. Одно из лучших способов – это утепление дома. Благодаря повышению энергоэффективности можно значительно снизить потребление тепловой энергии. Также многие задумываются об установке терморегуляторов и аллокаторов. Это часть системы распределения платы за тепло, которая обеспечивает возможность платить за отопление в зависимости от количества потребленной тепловой энергии. Установка данной системы будет иметь смысл, если она будет установлена во всем доме, а не в отдельных нескольких или одной квартире. Венсполсе продолжается Европейская неделя спорта. Каждый день в городе проходят различные спортивные мероприятия. Это и занятия пилатесом, различными видами фитнеса, можно посещать занятия в некоторых спортивных клубах. В понедельник желающие освоить северную ходьбу собрались в Венсполском парке Икарей, где опытный инструктор продемонстрировал правильную технику ходьбы. Северная или нордическая, а также скандинавская ходьба – вид физической активности, в которой используется определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. Скандинавская ходьба активизирует не только мышцы ног, но и мышцы верхней части тела. Сжигает до 46% больше калорий, чем обычная ходьба. Улучшает работу сердца и легких, увеличивает пульс на 10-15 ударов в минуту по сравнению с обычной ходьбой. Палки для северной ходьбы значительно короче классических лыжных. Надо подобрать длину палок под себя, так как слишком короткие палки могут дать чрезмерную нагрузку на колени, щиколотки и спину. Существует два вида палок – стандартные фиксированной длины и телескопические. Отличительной особенностью палок для ходьбы является то, что в ручках закреплены ремешки, которые напоминают перчатки без пальцев. Это помогает отталкиваться, не сжимая ручку палки. Занятия северной ходьбой пройдут и 29 сентября в 18.30 встреча возле Юрмальского парка. Все мероприятия бесплатные и проходят с целью создать условия для развития здоровой, физической и духовно развитой личности, организуя спортивные мероприятия, мотивируя таким образом жителей вести активный, здоровый образ жизни. В рамках Европейской недели спорта 1 октября в 11.00 все желающие могут принять участие в походе по морю и лесу, где как старт, так и финиш запланированы на стоянке от весного берега Сталзены, где также пройдет инструктаж и ознакомление с маршрутом. Длина маршрута составляет 12 километров и преодолеть их можно за три часа. Маршрут проходит через приморские леса в окрестностях Сталзены и Лепене. Уровень сложности легкий, подходит для семей с детьми. Во время похода участников выгостят теплой кашей, а также будут сюрпризы от организаторов и розыгрыш призов. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! В связи с работами по проекту Венцовского комбината благоустройства строительства оборудования по утилизации топлива, полученного из отходов, 2 октября по Арвенте будет прервана подача теплоэнергии для подготовки горячей воды. Так как будет происходить подключение теплосетей будущего объекта к магистральной теплотрассе, предусмотрено отключение теплоснабжения с 12 часов дня 2 октября до 12 часов дня 6 октября. Поскольку во время строительных работ подача отопления будет прервана, у клиентов предприятия Венцпилсилтус в Парвинте не будет горячей воды. Чтобы счетчики не учитывали расход воды во время отключения, важно не пользоваться смесителем горячей воды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok